Сводку новостей США Игоря Айзенберга читает Юрий Рашкин. Среда. 1 апреля 2020 года. Количество людей, у которых диагностировано заражение коронавирусом, составляло на 20 часов 11 минут среды по времени Восточного побережья 209 377. Из них 83 889 в штате Нью-Йорк. 22 255 больных в соседнем с Нью-Йорком штате Нью-Джерси. 9 599 больных зарегистрировано в Калифорнии. По состоянию на то же время 4726 человек скончались от болезни с момента начала пандемии. В том числе 1941 человек умер в Нью-Йорке. Рост числа выявленных новых больных за сутки составил около 22 тысяч человек. Это примерно на 5 тысяч больше, чем днем раньше, в том числе около 8 тысяч в штате Нью-Йорк. Все эти числа непрерывно растут и потеряют актуальность до того, как вы прослушаете эту сводку новостей. Математическая модель, применяемая университетом Джона Хопкинса для прогнозирования течения пандемии при условии продолжения действия нынешних карантинных мер, показывает, что 9 и 10 апреля будут худшими днями для Нью-Йорка, когда может понадобиться 75 тысяч мест в больницах. При наличии в штате только 53 тысяч мест. Пик пандемии в целом по стране ожидается в соответствии с той же моделью в районе 20 до 22 апреля. Той же моделью пользуется и Центр по контролю за эпидемиями и их предотвращением, пользуются ею губернаторы штатов. Для каждого штата делается детальный отдельный прогноз. Вице-президент Пенс признал, что в настоящее время США наиболее близки по развитию ситуации к Италии. Белый дом объявил, что не собираются проливать оформление субсидированных медицинских страховок по Обамакер. Срок оформления страховок на 2020 год уже прошел. Раздавалось много требований, чтобы разрешить людям, потерявшим работу и страховку вместе с ней, оформить страховку по Обамакер. Но нет. Для президента борьба с Обамакер – это святое. Даже во время пандемии, потери работы и медицинской страховки миллионами людей. Республиканский губернатор Флориды Ди Сантис издал, наконец, распоряжение о карантине в своем штате. Он очень долго отказывался это делать. Сегодня он согласовал свое решение с Трампом. Очевидно, только получив разрешение сверху, он, наконец, решился на это. После того, как количество больных во Флориде за 2-3 дня возросло в полтора раза, и Флорида вышла на четвертое место в стране по количеству больных. На аналогичные меры решился и республиканский губернатор Миссисипи. Еще неделю назад он браво утверждал, что Миссисипи – это не Китай, и отменял карантинные меры, которые вводили демократические мэры городов в его штате. Журнал Forbes опубликовал статью, в которой описывают, что десятки миллионов масок, произведенных в США и находившихся на складах производителей, были проданы за границу, когда уже шла пандемия. Продажи продолжались не далее, как на прошлой неделе. В США ощущается острая нехватка персональных защитных средств, в особенности остро она ощущается в медицинских учреждениях. Председатель Комитета по разведке Палаты представителей Адам Шиф заявил, что собирается внести на рассмотрение Палаты законопроект о создании непартийной комиссии по расследованию того, почему страна оказалась не готова к пандемии коронавируса. Комиссия, которую Шиф предлагает создать после выборов, чтобы не политизировать ее работу, должна будет также выработать рекомендации, что нужно предпринять, чтобы быть готовыми к следующей возможной пандемии. Трамп во время своего ежедневного реалити-телешоу, это не я так называю, а большинство американских журналистов, в Белом доме снова огорчался низким ценам на нефть и выражал надежду, что Путин и саудовский принц, с которыми у него были большие телефонные разговоры, договорятся о повышении цен. Только что опубликованные данные. За неделю с 22 по 28 марта 6,6 миллионов американцев зарегистрировались как безработные. Неделя раньше 3,3 миллиона. Во время Великой рецессии 2008 года рост безработицы был примерно 600 до 650 тысяч в неделю. Спасибо всем, кто прослушал. Берегите себя и своих близких. Берегите друг друга, помогайте друг другу. Соблюдайте карантин. Здоровья всем. Сводка новостей из США Игоря Айзенберга за 1 апреля 2020 года читал Юрий Рашкин.